Приглашается докладчица Александра Белоусова из Яндекс.Гоу Расскажет нам про Apache Spark, различные внутренние кишки этого продукта. Добро пожаловать, приходи. Привет. Привет. Всем привет. Я надеюсь, что меня слышно. Вроде бы меня слышно. Меня зовут Саша, я работаю в Яндексе. И я в Яндексе занимаюсь интеграцией Apache Spark со всякой нашей внутренней инфраструктурой. И сегодня я буду рассказывать о том, что я делаю и почему, как у меня получилось сделать какое-то быстрое и простое решение, как и почему я с него мигрировала на более сложное, но более производительное, ну и, конечно, какие грабли и костыли я по дороге собрала. И начнем мы с того, что вообще надо было сделать. В Яндексе есть своя система для хранения и обработки больших данных, которая называется YT, ну или по-русски все произносят как «ыть». Можно представлять себе «ыть» как некоторое такое подобие Хадупа, то есть у него есть часть, которая отвечает за хранение данных. Это чем-то похоже на HDFS, но есть важные отличия. Это шедулер, то есть планировщик ресурсов, к которому операции приходят и просят там какое-нибудь количество CPU или памяти, и он решает, на какой ноде это все будет бежать. И есть своя реализация MapReduce. Поверх этой реализации MapReduce есть еще пара штук, которые позволяют вам не писать отдельно мапперы и редюсеры, а написать кусочек SQL или кусочек кода на питоне, и оно разложится на мапперы и редюсеры. YT — это классная штука, в самой большой кластье RUTIA, чтобы вы понимали, влазит экзобайт данных, миллион ядер, на которых могут запускаться операции, и этим пользуются около 10 тысяч пользователей, вот прям каждый день. А еще у них самый няшный вообще на свете логотип, но с хвостом. Я не знаю, почему они его редко показывают. И вот поверх всей этой штуки нам хотелось запускать Spark. Что значит запускать Spark? Во-первых, это значит, что мы хотели научиться запускаться внутри яндексового контура, запускаться на ресурсах кластера RUTIA. Во-вторых, мы хотели уметь читать данные, которые в RUTIA уже лежат, и писать результаты запросов в RUTIA. И финально мы хотели показать для интересующих нас типов запросов у RUTIA лучше, чем у тех решений, которые уже были в Яндексе. Соответственно, как вы понимаете, первый пункт из этих трех, он не очень сильно влиял на производительность, это просто надо было сделать, просто научиться как-то жить. А вот вторые два пункта, они влияли очень критично. И поэтому первое время существования этого проекта я в основном этим и занималась. То есть я занималась интеграцией Spark с IT, как с хранилищем данных. И для того, чтобы понять, что я делала, во-первых, нужно знать, что IT — это файловая система. Вот если вы пользовались HDFS, я думаю, что тут почти все пользовались, вы знаете, что HDFS — это файловая система, там есть дерево, директории, поддиректории, и в этом всем лежат файлики. Вот в IT — это тоже файловая система, там тоже есть директории, поддиректории, файлики, но есть еще дополнительный тип сущности — это таблица. Это что-то третье. Таблица в UTS с точки зрения пользователя — это какой-то вот такой набор структурированных данных, прям буквально табличка, и какой-то набор метаданных, которые лежат рядом, которые можно посмотреть. Это схема, фиксированные какие-то, типа колонок, это, например, количество строчек в табличке, ну и так далее. С точки зрения хранения таблица — это тоже какой-то вот набор ее метаданных, а данные, они, естественно, не лежат одним большим куском, они разбиты на кусочки, на какие-то диапазоны строк, которые хранятся отдельно, и это называется чанки. Итак, вот, значит, в этом состояла задача состояла в том, чтобы вот такие таблички научиться читать и писать. И сначала я решила сделать максимально такое простое решение, наколеночное, посмотреть, как оно будет работать. Тут небольшой дисклеймер. Сейчас дальше будет много разного про Spark и про It. Я буду использовать термины API и SPI. Я думаю, что все привыкли к термину API. Ну вот API — это те методы и классики, которые мы используем у системы и вызываем методы. А SPI — это набор всяких классов и интерфейсов, которые нам нужно реализовать или расширить, чтобы все заработало. Соответственно, все, что у меня будет со стороны Spark, я буду называть SPI, а все, что будет со стороны Iti, я буду называть API. Потому что там я ничего не дорабатываю, я им просто пользуюсь. И, значит, для того, чтобы понять, как будет устроено чтение, давайте немножко вспомним, как устроен Spark. Главная абстракция в Spark, которой мы все время пользуемся, — это DataFrame. DataFrame, по сути, состоит из двух частей. Это его схема, это struct type. И это данные, которые в нем лежат, — это RDD. RDD — это партиционированные данные, то есть по RDD мы должны уметь получать набор партиций, кусочков из которых он состоит. А по партиции должны уметь проитерироваться по ее строчкам. Вот такая простая штука. И для того, чтобы такую простую штуку читать, Spark предлагает нам реализовать интерфейс, который называется Relation, и в котором, по сути, нужно будет определить два метода для получения схемы и для получения RDD. И RDD у нас тоже будет состоять из двух методов. Это получение ее партиций и получение строчек по партиции. Итого чтение будет состоять из трех шагов. Это получение схемы отдельно, получение партиции RDD, и по конкретной партиции RDD получение строчек, из которых оно состоит. И отдельно я сейчас еще покажу все то же самое, но на физической схеме, на физической у нас, получается, есть парковое приложение. Оно состоит из драйвера и экзекьюторов. Рядом у нас стоит, значит, какая-то система. Вы видите, в ней лежит табличка, у нее есть данные и метаданные. И за первый шаг за получение схемы у нас отвечает драйвер. Он идет и смотрит, что там. За второй шаг у нас тоже отвечает драйвер. Именно он должен понять, каким образом табличка разделяется на кусочки, из каких частей состоит RDD. А дальше он эту информацию отдает экзекьюторам, и конкретно читать данные будут уже экзекьюторы. Это важно, потому что в Spark вообще в принципе важно понимать, за что у вас отвечает драйвер, за что отвечает экзекьютор. И это часто всегда много на что влияет. Итого, вот так это выполняется физически, а вот так это выглядит в коде, как вот такие три шага. А что у нас со стороны ITA? Со стороны ITA у нас есть Java API, есть какой-то объектик, который называется wayt-client, который нам предоставляет какие-то методы для работы с табличками. И сейчас мы будем смотреть на то, как это соединяется между собой. И сначала мы посмотрим на первый шаг, на получение схемы. В ITA таблицы схематизированы, и вы можете, у ITA, попросить схему данных, которые лежат в табличке, он вам отдаст какой-то вот такой JSON. Этот JSON для Spark нужно будет превратить в struct type. Казалось бы, да, легко. Вот есть поле A, это будет struct field с типом integer. Вот есть поле B, это будет struct field с типом string. Дальше мы приезжаем к следующему полю, и у этого поля какой-то такой вот тип, у int64. Вот есть у тебя такой тип, который ни на что не мапится в Spark, даже ни на что не мапится в Java, и вообще, что это? Но люди почему-то пользуются. Ну и, соответственно, здесь я делаю, что я перекладываю подобные типы в какие-нибудь типы Spark, которые мне кажется адекватным переложить, ну, в строчку, например. Но самое главное, что я сохраняю в метаданах информацию о том, что тип на самом деле был другой. Мне это потом понадобится, когда я буду данные парсить, которые мне от тебя придут. Или вот, например, в ITA есть такой тип any, ну, типа, лежит что-то. Это означает, что в табличке на самом деле лежит какая-то произвольная джессонина, но обычно джессонина не совсем произвольная, это на самом деле какой-то сложный тип, просто в ITA до некоторого времени сложные типы не поддерживались, и вот такие легаси данные остались. И для такого я решила сделать для пользователей, для подобных случаев, возможность прокинуть через параметры запроса дополнительные подсказки, что там на самом деле тип другой. И я это тоже использую при парсинге схемы. Ну, или вот последний пример. В ITA нормально, когда в названии колонки есть точки. Им все равно. А Spark'у такое не очень нравится, поэтому я опять-таки переименовываю и в метаданные засовываю какую-то информацию о том, что это на самом деле было. Итого, вот так у нас устроено чтение схемы. Сходили в ITA клиентик, получили схему, которая лежит в ITA, превратили в Struct Type практически напрямую. Ну, вот бывают иногда какие-то шероховатости, да и все. Следующее, про что мы будем говорить, это получение партиций. Я когда показывала, что такое табличка в ITA, я говорила, что она хранится не единым большим куском, а как-то разбита на чанке. Но, к сожалению, с точки зрения пользователя, нам не видно, что табличка разбита на чанке. Для нас это просто один большой набор данных. Ну, и, в принципе, ладно. Для простого решения я решила, что я знаю точное количество строк в таблице, я знаю точное количество чанков, я одно на другое поделю, ну и все. Вот такими кусочками и буду читать. Умею диапазоны запрашивать, и хорошо. Да, у такого подхода бывают всякие разные проблемы, но в целом для простого решения нормально сойдет. Итак, реализовали метод getPartitions. Он использует пару методов из ITA для получения набора строчек и делит одно на другое. И осталось написать метод compute. И его мы реализуем тоже через готовый метод в IT, который читает из ITA строчки. Единственное, что, конечно же, это ITA в API. Он дает строчки в каком-то своем формате. Нам нужно это все переложить в спарковый формат. Ну и по дороге, если мы делали какие-то страшные преобразования со схемой, то тут надо просто сделать все то же самое. Это все надо учесть. Итого, вот такие три шага. Вот так они реализуются через методы ITA. Это на самом деле все прочтение. Вот так оно устроено. Теперь давайте так же простенько реализуем запись. Что нам для этого нужно? Для того, чтобы записать табличку в ITA, ее нужно создать. А для этого нужно знать, какая у нее будет схема. И в готовую табличку нужно написать какие-то строчки. И тоже строчки нужно привести к этевому формату. А в спарке у нас опять есть датафрейм уже готовый. У него есть схема в строктайпе. И мы можем итерироваться по его строчкам. И для того, чтобы реализовать запись, Spark нам опять-таки предлагает взять все тот же самый relation и реализовать в нем один метод insert. Insert на вход будет приходить датафрейм, и он должен что-то с ним сделать. Итак, сейчас мы будем это опять сшивать вместе. Spark не накладывает никаких ограничений на то, как должен быть реализован insert. Ему вообще все равно. Но мне было удобно, чтобы он состоял как бы из двух частей. На первой части мы подготавливаем табличку, в которую сейчас будем писать, и берем для этого строктайп из датафрейма. А на второй части мы в готовую табличку заливаем данные. Берем итератный строчек из датафрейма и пишем быть с помощью этого метода. На физической схеме за подготовку таблицы, за ее создание будет отвечать драйвер. Ну, логично. А писать данные будут экзекьюторы. Они будут брать те партиции, которые на них уже лежат, и параллельно и независимо записывать их ввыть. Вот так это выполняется, вот так это выглядит в коде. И в целом тут я даже не буду подробно останавливаться, потому что мы делаем все то же самое, что в чтении, только в обратную сторону. У нас теперь есть строктайп, а нужно получить этиовую схемку. У нас теперь есть строчки в спарковом формате, а нужно переложить их в этиовую. Ну и самое главное, что нужно учесть, это что вот метод writeRowse, он вызывается с экзекьюторов. То есть он будет вызываться параллельно, он будет вызываться независимо. В те мне для этого нужен был буквально один параметр, который показывал, что я сейчас буду в табличку писать из разных мест. Итого. Вот такое простое решение. Реализуем буквально несколько методов. У нас заработало чтение, заработала запись. Важно здесь, что чтение у нас состояло из трех шагов. Это схема, партиции и чтение конкретной партиции. А запись, по сути, состояла из двух шагов. Создали табличку и записали в нее с экзекьюторов данные. Если вам интересно, как именно выглядит код для такой простой схемы, то есть подробное выступление Яцека Лосковски. Я очень советую его посмотреть. Очень классное. Итак, простой подход мы сделали, но почему-то я решила переезжать с него на другой подход. И давайте поймем, что не так с той реализацией, про которую я только что рассказала. Во-первых, в этой реализации нельзя читать батчами. Что это значит? Я говорила, что вот есть табличка в ИТ, вот она лежит чанками в хранилище. На самом деле все даже еще чуть-чуть сложнее. И возле каждого чанка у нас мало того, что данные там в нем лежат, а еще возле каждого чанка лежат его метаданные, то есть какая-то полезная информация по чанку. Например, сколько в нем строчек или какой-нибудь минимум, максимум по ключевому столбцу. В общем, всякие полезные штуки. И Spark вообще-то мог бы этим пользоваться. Spark, если у вас есть, например, вот такой датафрейм, и вы хотите по нему сделать каунт, то если вы его читаете построчно, он будет делать это так, типа вот первая строчка, окей, один, вторая строчка, два, третья строчка, три и так далее, пока до девяти не досчитает. А если вы его научили итерироваться по батчам, то он не будет смотреть на конкретные строчки, а будет смотреть просто тупо на размер батча. И будет читать так три, шесть, девять. Классно, быстро. Итого, когда мы читаем построчно, а не поколоночно, мы, во-первых, не даем Spark использовать вот эти метаданные батчей для того, чтобы что-то прооптимизировать. А он мог бы. А во-вторых, так как у нас данные в ИТ на самом деле уже лежали в поколоночном формате, уже даже метаданные по ним были, мы потратили на то, чтобы скормить Spark построчно, мы потратили на этот CPU, на вот эту перекладку из одного формата в другой. Соответственно, мы дважды проиграли, сделали что-то не то. Во-вторых, в простом подходе нельзя прочитать директорию целиком. Что я имею в виду? Я вот говорила, что и HDFS, и YT — это файловые системы, и на HDFS мы можем сделать так. Мы можем вот директорию tmp.example взять и прочитать целиком все паркетные файлики, которые в ней лежат. И, в принципе, на YT это тоже бы имело смысл, и нам чего-нибудь такого тоже хочется. На самом деле нам хочется даже более классной штуки. На HDFS, если у нас директории названы специальным способом, вот равно, то Spark умеет добавлять то, что написано в названии директории, как отдельную колоночку, и уметь это использовать, например, при фильтрации. И, в принципе, в YT чего-то подобного бы тоже хотелось. Может быть, не с названиями табличек, но как-то. Итого, на самом деле, чего мы хотим от нового подхода. Мы хотим научиться читать поколоночными батчами, и мы хотим переиспользовать всякие фичи, которые на самом деле уже написаны для HDFS и для паркета. Это вот partition discovery, это обход директории на чтение, еще всякие прикольные штуки. И я стала на это смотреть и поняла, что этого нельзя добиться какими-то локальными изменениями в простом подходе, про который я рассказывала. А нужно вот именно глобально порефакторить. И сейчас я буду рассказывать, как я это рефакторила. И для того, чтобы понять, как это устроено, как устроено чтение, давайте сначала посмотрим, как Spark читает паркет с HDFS. В этом подходе будет принципиально важно, что вот раньше у нас была одна единая абстракция, которая говорила, как читать и писать в YT. полностью описывала. А теперь она логически разделяется на две части. На знание о том, что данные у нас лежат в какой-то файловой системе, типа вот HDFS, и на то, что данные лежат в каком-то определенном формате, паркет или в каком-то другом. И для того, чтобы описывать первую часть, то, что данные лежат в файловой системе, в Spark есть интерфейс, который называется File System. Это, по сути, ну вот прям абстракция над файловой системой, которая прям точно такие же методы, как были бы у файловой системы. Например, если у вас есть файлик, вы можете спросить какой-то его статус, узнать, что это файлик, узнать его размер. Или если у вас есть директория, вы можете понять, что это директория. Или если файлика нет, вы можете понять, что его нет. Или если есть директория, то можно ее полистить, узнать, что там в ней внутри лежит. Тут важно, что файл-систем — это именно абстракция на уровне кода. То есть, в принципе, даже если ваша система — это не файловая система, можно написать какой-то файл-систем над ней. Можно как-то эмулировать поведение, похожее на файловую систему. Следующая абстракция — это вторая часть. Это файл-формат. Это абстракция, которая рассказывает, что у нас данные лежат в каком-то определенном формате. Она работает с файликами и должна по массиву файликов, например, уметь понять, какая схема того, что в них лежит, или по конкретному файлику уметь прочитать все строчки, которые в нем написаны. Итого, вот у нас есть такие вот две штуки, и мы сейчас с их помощью будем читать датасет, который называется датасет 1. И опять у нас чтение будет разбиваться на шаги. На первом шаге Spark сходит в эту директорию, в эту директорию, посмотрит, что там вообще лежит. Вот там лежат паркетные файлики. Дальше он отдаст эти паркетные файлики файл-формату и спросит, какая у них схема. Файл-формат на самом деле в этот момент сходит в метаданные паркета, посмотрит, какая схема превратится в строк-тайп. И на третьем шаге отдельно будет прочитан каждый паркетный файлик и превратится в итератор по строчкам. Итого, вот такие у нас три шага. И на самом деле, если мы вспомним, что там было в простом подходе, то на самом деле они довольно сильно похожи. Просто раньше у нас было получение списка партиций для RDD, а теперь у нас есть листинг директории. И раньше мы читали конкретную партицию, а теперь мы читаем конкретный файлик. То есть так, в принципе, у нас партиция RDD будет соответствовать паркетному файлику. Это более-менее почти всегда так. И выполняться это будет, в общем, точно так же, как в простом подходе. Переставились местами картинки, но опять у нас драйвер отвечает за листинг и за схему, а экзекьюторы будут читать конкретные файлики. Теперь давайте смотреть, как это все мапится на YT. Ну, YT — это файловая система, в ней есть директория. Сейчас мы будем реализовывать в YT файл-систем. Наверное, логично, если нас что-то спросили про директорию, сказать, что да, это директория. И если нас попросили ее полистить, ну, давайте полистим. Но в YT бывают не только директории и файлики, а бывают еще таблички. И когда нас спрашивают, что такое табличка, я решила на уровне файл-система спаркового отвечать, что это директория. Ну, потому что тут выбор, да, как бы в файл-системе есть либо файл, либо директория. Я решила сказать, что это директория. Для чего? Для того, чтобы дальше ее можно было полистить, и этот листинг мог бы вернуть мне диапазоны строчек таблицы в каком-то удобном мне формате. То есть, по сути, чанки, эти границы чанков. И сделала я это для того, чтобы дальше Spark начал меня читать табличку, и тогда он на первом шаге полистит мою таблицу, поймет, что она состоит из вот такого набора диапазонов строчек. Дальше он будет выяснять схему таблички. Это будет устроено точно так же, как в простом подходе. Мы просто сходим в метаданные таблицы, превратим это в строк-тайп. И на третьем шаге Spark самостоятельно вот эти отдельные диапазоны строк, отдельные чанки раскидает по экзекьюторам, и они будут независимо вызывать метод read, который будет их читать. Итак, на самом деле, это вот все, что нужно для чтения в более сложном подходе. Нужно реализовать вот эти интерфейсы файл-систем и файл-формат. И за счет того, что я их реализовала, я, по сути, встроилась в весь тот код, который был уже сделан для HDFS и паркета. И все вот эти фичи, про которые я говорила, типа Partition Discovery, у меня заработали просто из коробки, потому что я рассказала Spark, как устроена моя файловая система. Но кроме вот этого, кроме паркетных фич, нам еще хотелось уметь читать по батчам. А в том, что я сейчас показывала, везде было построчное чтение, я везде вот этот метод read в файл-формате, у меня все еще возвращал итератор по строчкам. Ну, на самом деле, в файл-формате можно реализовать еще один метод, который рассказывает о том, что мы хотим читать не строчками, а батчами. И если он возвращает true, то просто метод read должен начать возвращать колумб нарбачи. А колумб нарбачи — это вот такая штука. Это количество строчек, которых в них лежит, и колоночки. А каждая колоночка — это тип данных, какие-то метаданные по этой колонке, типа количество нулов, или есть ли там нулы вообще, и методы для получения уже конкретных значений из конкретных строчек колонки. Типа get boolean, get string, но это в зависимости от типа данных, которые там лежат. И так, на самом деле, все. Реализуем вот такой колумбный вектор. Начинаем отдавать его из метода read. Реализуем supportBatch, так что он возвращает true, и все у нас заработало по колоночной чтению. И это, в общем-то, все про чтение. То есть мы реализовали пару интерфейсов и реализовали вот этот колумб нарбач. Теперь давайте смотреть на записи. Точно так же посмотрим сначала, как Spark пишет паркет в HDFS. Значит, вот у нас есть какая-то пустая директория в HDFS, и вот у нас есть уже готовый датафрейм, который мы хотим в нее писать. Spark первым делом создаст ту директорию, в которую мы хотим писать, и создаст в ней временную директорию, которая называется temporary. Дальше он будет в этой temporary писать все паркетные файлики, все напишет. И в тот момент, когда он все допишет, он мувнит все паркетные файлики из temporary в целевую директорию, а temporary удалит. И если мы посмотрим на то, как это выглядит на физической схеме, то за первый шаг у нас будет отвечать драйвер, потом у нас экзекьюторы независимо напишут паркетные файлики, и потом опять-таки драйвер, когда все это закончится, мувнит все файлики в целевую директорию. За второй шаг на этой схеме отвечает знакомый уже нам файл-формат. Он описывает, как строчки Spark превращаются в файлики определенного формата. То есть там буквально надо реализовать один метод. А за первый и третий шаг на этой схеме отвечает еще одна абстракция, которая называется commit-протокол. Вообще вся вот эта вот машинерия с созданием временного файлика и мувом в конце, она нужна для того, чтобы в HDFS и в системе, в которой на самом деле нет транзакций, сделать вид, что они есть. То есть чтобы у вас датасет не появлялся частями по мере того, как пишутся в файлике, а чтобы сделать вид, что он появился такой разом весь. И на самом деле вот этот файл commit-протокол, он устроен чуть-чуть сложнее, то есть чуть больше методов. И помимо подготовки записи и успешного ее завершения, бывают еще случаи, когда что-то пошло не так, и нам нужно все поабортить, ну просто удалить директорию. И набор аналогичных методов, но на уровне экзекьютора, на уровне конкретного таска. Давайте теперь смотреть, как все это ложится на в IT. Оно очень хорошо ложится на в IT, потому что в IT из коробки есть транзакции. И вообще не надо вот этого всего делать. Просто берем и честно в commit-протоколе на сетапе создаем транзакцию, на commit-коммитим транзакцию, на аборте абортим транзакцию. Вообще ничего делать дополнительного сложного не нужно. Ну а метод write, который нам нужно реализовать в файл-формате, он прям точно такой же, как и в простом подходе. Просто у нас есть набор строчек, нужно их записать в готовую табличку в IT. Итого, мы научились читать поколоночными батчами. Мы переиспользовали код, который написан для HDFS и паркета. И на самом деле этот подход принес еще несколько дополнительных преимуществ. Я вот говорила, что мы реализуем файл-систем поверху IT. И вот, например, если есть директория, то мы можем ее полистить, посмотреть, что в ней лежит. Но в IT бывают не только таблички и директории, бывают еще файлики. Можно дописать еще один метод, который будет создавать файлик и писать в него что-нибудь. И метод, который будет открывать уже существующий файлик и читать из него данные. Зачем это нужно? Во-первых, это нужно для того, чтобы SparkSubmit умел скачивать файлики из IT. Теперь можно положить джарник в IT, запускать SparkSubmit, и он будет скачивать и запускать. И появилась возможность сохранять event-логи в IT и читать их SparkHistory сервером, буквально так же, как это работает в HDFS. Но поверх теперь другого хранилища. И осталось рассказать… Все, что я рассказывала сейчас, выглядело как раз-раз и готово. Берем, у нас есть буквально три интерфейса, что-то реализовали и полетело. Вот здесь еще два интерфейса реализовали и полетело. На самом деле оно чуть-чуть сложнее, и кое-где бывают грабли и бывают неприятные костыли, которые приходится вставлять. И, наверное, первая грабля, про которую я расскажу, она связана с вот этим первым шагом чтения, с листингом таблицы, который делается при чтении. Я рассказывала буквально пару минут назад, что это делает драйвер. Я всегда верила, что это действительно делает драйвер, но он за это отвечает. И действительно, если вы будете читать какую-то директорию из откуда угодно, из IT или из HDFS, это обычно выглядит так. Драйвер идет к файловой системе, выясняет, из чего состоит директория. Она состоит из чего-то вот вложенного. Дальше он берет первую из вложенных штук, выясняет, из чего состоит она. Получил. Дальше берет вторую из вложенных директорий и ее листит. Итого он все по листву выяснил, что из чего состоит. Ну, как бы все нормально, кроме того, что все это делает драйвер, и все он делает в один поток. Поэтому создателям Spark, видимо, это не очень понравилось, они зашили в код такую логику, что когда у вас становится много вложенных директорий, вот от какого-то момента начинает работать немножко другая логика. Драйвер по-прежнему базовую директорию листит сам, дальше он видит, что вот в ней тут две вложенных директории, думаю, о, что-то много. Думает, как бы мне это распараллелить, и параллелит это своим любимым способом, заворачивает это в таски и раскидывает их на экзекьютор, и говорит, полистите, пожалуйста, ребят. Они идут и листят вот эти вложенные под директории, а потом отправляют это все обратно на драйвер. Мне кажется, ну, тоже нормально. Ну, вот такой способ параллелизации написали в Spark, ну, почему бы и нет. А потому бы и нет, что вот я, когда писала свою реализацию файл-система, я в методе для листинга директории решила, что мне удобно возвращать не обычный файл-статус, а какой-то немножко такой свой, отнаследованный. Я там еще всякого дополнительного положу. Мне будет удобно. И я считала, что это всегда вызывается на драйвере, оно еще и на экзекьюторе, оказывается, бывает. И на экзекьюторе это, получается, мой кастомный файловый статус. Но дальше он сериализуется, отправляется на драйвер. Драйвер это здесь сериализует, и драйвер уверен, что там обычный файл-статус. И он бодро теряет все вот это вот дополнительное, что я там к файл-статусу накрутила, и говорит мне, что это обычный файл-статус. Ну, что с этим делать? Ну, во-первых, нужно всегда внимательно следить, типа, что у вас вызывается действительно на драйвере, а что вызывается на экзекьюторах. Потому что если что-то вызывается на экзекьюторах, это иногда вот прикольно аукается. Но, во-вторых, просто не пытаться обмануть SPI, если он сказал возвращать файл-статус, возвращать файл-статус, ну, не нужно вот это придумывать. Следующее, про что я буду рассказывать, это про файл-систем. Я до работы в Яндексе много работала с Хадупом и с HDFS. Я много пользовалась вот этим файл-системом, и я как-то привыкла, что он ведет себя как синглтон. Вот его нужно создавать через метод статический get. Этот статический метод все время возвращает одно и то же, и, в общем-то, у вас все время один инстанс этого файл-система на всю программу. Как бы все хорошо. Синглтон. И настолько я к этому привыкла, что я это даже как-то никогда не перепроверяла. И в своей реализации эти файл-система я в какой-то момент начала использовать эти файл-систем, который был прям самым настоящим синглтоном. Вот прям одним объектом на все. И когда у меня все это начало взрываться, что, мол, ты уже закрыла у тебя бы клиента, а все еще пытаешься из него, значит, что-то достать, я пошла и почитала, наконец-то, код, как устроен файл-систем. Вот это кусочек кода из метода, который получает файл-систем из кэша. Что здесь происходит? Мы здесь берем лог, проверяем, что файл-систем уже есть в кэше. И если он там есть, ну, возвращаем, все, успех. А если его там нет, то отпускаем лог и начинаем создавать файл-систем. Создаем, создаем, снова берем лог, проверяем, как бы мы же лог отпускали, возможно, нас кто-то опередил теперь. И если нас действительно кто-то опередил, то то, что мы создали, оно уже никому не нужно, закрываем, выкидываем и просто начинаем пользоваться тем, что уже есть в кэше. Ну, то есть ничего особенного, но нужно помнить, что реально файл-систем — это не сингл-тон. Он вполне законно может быть создан не один. И лишний будет закрыт примерно сразу же. Главное, чтобы это нигде не выстрелило. А не выстрелит это, если вы не будете использовать настоящие сингл-тоны в коде файл-система. И последняя история веселая — это история про кастомные параметры в Spark. В Spark вообще-то довольно удобно прокидывать всякие кастомные параметры. Пишите минус-минус конф, начинаете название параметра на Spark точкой, оно все само прорастает, значит, в Spark конфиг. Можно дефолты в Spark Defaults прописать. В общем, можно все использовать, что в Spark сделано для их конфигов. Но эти конфиги видны в логах, видны на вкладке Environment в Spark UI. И для всяких секретных параметров это не очень хорошо. Но вот в Spark есть такой специальный конфиг для секретных параметров, который называется Spark Reduction RegExp. И, мол, все параметры, названия которых подходят под регулярочку, будут отовсюду выпилены и красивыми звездочками закрыты. Ну, так как я здесь стою и про это рассказываю, наверное, это не так. И я действительно попробовала прокинуть секретный параметр таким образом, прописать RegExp, что он секретный. Значит, зашла в Spark UI, у меня действительно все закрылось, везде звездочки, классно. Я зашла в влоги драйвера и увидела там свой секретный параметр в открытом виде. Потому что почему бы и нет. И, значит, хорошая новость тут состоит в том, что в Spark 3.0 это починили. Они теперь, прежде чем что-то писать в влоги, редактят оттуда параметры, и там все-таки будут звездочки, а не параметры в открытом виде. Ну, окей, вот из логов драйвера все дело выпилено. Но вы понимаете, что если вы будете пробрасывать действительно так параметр через минус-минус конф, то у вас все будет видно в списке процессов. Тут можно как-то продраться через вызов Spark Submit, но в итоге вы все равно упретесь в то, что Spark Submit там внутри вызывает Java и вызывает там свой специальный классик, и ему точно все в открытом виде прокидывает, и не заставишь его делать иначе. Поэтому параметр виден в списке процессов, и это тоже печальненько. И я как-то покрутилась, это печальненько, и у меня уже был forknut Spark. Я подумала, ну, блин, одну строчечку же дописать, ну, не страшно же, правда, ну, что там, Spark Submit одну строчку допишу, буду из environment доставать, пропихивать, как бы, нормально. И вот я такая довольная, значит, у меня все прокинулось до тех пор, пока не пришел ко мне пользователь, который по Spark в Юпитере пользовался, и не сказал, что у меня все равно там в какой-то Java опять этот токен светится. Я полезла выяснять, и выяснилось, что когда вы запускаете, что я в коде, который работает в PySpark, написал прокидывание этого параметра при создании сессии. Что с этим не так? А то с этим не так, что когда вы такой код пишете именно в PySpark, то вот этот пузов get or create, он запускает GVM-ку и запускает там наш любимый Spark Submit. И ему в открытом виде прокидывает все, что вы напихали в конфиге, в питоне. Ну, у меня уже был костыль, я думаю, нормально, ладно, все, вот через этот же костыль все прокину, все хорошо, все будет работать. Ничего нигде не светится, все отлично, проходит несколько месяцев. И ко мне приходит админ и говорит, что вот у вас там, значит, кластер, на нем воркер там стоит. Я, значит, грепнул все списки процессов и случайно увидел, что там где-то тоже есть токен в открытом виде. И вот так я выяснила, что еще и оказывается там Spark Standalone, когда драйвер запускает, он ему тоже все в открытом виде прокидывает. Я к этому времени очень устала бодаться вот со всем этим, поэтому я понадобавляла костылей и сказала, пусть живет. Но вообще уже даже не очень важно, каких я вот тут костылей понадобавляла. Оно в итоге заработало, но главный вывод из этой истории, он такой, не надо прокидывать секреты через конфиги Spark. Никто это не дизайнил под то, что вы будете прокидывать через эти секреты. Это может показаться, что это прикольно. Вот берешь два параметра, как бы оно заработало. Нет, оно так не работает, оно взрывается везде, где может взорваться. Для хранения секретов нужно использовать специальные сервисы и ходить через них. Итоги. Ну, на самом деле, итоги какие? Вот, значит, мы писали, писали и написали. И простое решение, вот то, о котором я рассказывала в первой части доклада, оно реально было сделано за три дня, причем первые полдня я скачивала идею, там открывала Spark, еще что-то такое делала. Ну, то есть оно реально прям простое. Можно посмотреть яцкой, но на коленочке сделать легко. Рефакторинг на более сложное, он пошел посложнее, там несколько недель ушло на то, чтобы все перепилить, разобраться, как оно должно работать. И плюс еще мы потом потратили еще несколько недель на то, чтобы сделать чтение батчами. Но чтение батчами того стоило, потому что у нас реально запросы на чтение стали работать в два-три раза быстрее. Ну, тут сильно зависит от структуры данных, которые этими батчами летают. Впереди еще куча всякой интересной работы. Еще нужно сделать хороший пушдаун фильтров до уровня ИТА. Нужно закопаться в оптимизацию записи, потому что я больше копалась в оптимизации чтения. Ну, просто потому что аналитический запрос так устроен, что вы обычно много читаете, мало пишете. Хотелось бы что-то сделать для использования информации про то, что данные в IT уже лежат сортированные, не шафлить их, например, лишний раз. И я вообще в этом докладе не касалась того, как мы интегрировались с шедулером. На самом деле там тоже хочется сделать много классного, интересного для более такой гибкой и удобной интеграции. И я надеюсь, что это все получится, и когда-нибудь я про это расскажу. И на этом у меня все. Можно задавать вопросы. Александра, спасибо. У вас замечательный доклад. И давайте перейдем к сессии вопросов. Кто хочет задать вопрос? О. И я на всякий случай напомню, что за лучший вопрос у нас есть подарок, поэтому, Александра, запоминайте. Я послушаю. Здравствуйте. Вопрос. При записи в IT, записи, которые, собственно, отправляются, они как-то подготовлены. Есть ли возможность, в принципе, в IT подготовить данные, как, допустим, для H-бейса, H-файл, и прям засунуть его туда? Или это все обрабатывается через сервер, и, в принципе, там только такая реализация? Ну, нет, смотри. Во-первых, да, тот API, который есть у меня, он сейчас такой, типа, ты шлешь строчечки, а ведь там разберется, типа, что с ними сделать. Он, на самом деле, там тоже, ну, похитрее устроен. Он не сразу начинает писать их на диск, он их там собирает в какой-то батчик, потом думает, значит, как их получше пожать. Но это, скорее, вопрос немножко такой на будущее, в том, что я говорила про оптимизацию записи. На самом деле, в IT и батчами раньше никому не надо было из IT читать. Ну, то есть, всех вполне устраивало чтение строчками, и мы его допиливали вот конкретно для интеграции со Spark. Поэтому я думаю, что, ну, в принципе, скорее всего, мы что-то допилим, чтобы в IT можно было писать более крупными кусками, как-то более подготовлено. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. И был еще один вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Вопрос, может быть, глупый, по поводу вот записи в IT. Там два основных момента — это создание и, собственно, запись. И я понимаю, это создание — это именно вот определенные структуры, ну, грубо говоря, на диске, да? А вот есть ли механизм регистрации самой таблицы в метаданных сервера или где-то еще, как потом другие? Нет, создание, оно было как раз про создание таблички в IT. По сути, ты говоришь, вот у меня будет такая табличка, в этот момент пишутся ее метаданные, данных в ней пока нет. Вот все. Вот это и есть, по сути, регистрация. Дальше ты будешь вот в это готово лить что-то новое. А если в следующий раз потом будет вставка, он не будет ее пересоздавать, он просто проверит, что она уже есть? Нет, 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 конечно, он не будет ее пересоздавать. Мы просто будем… мы на самом деле из разных мест, из разных экзекьюторов, одновременно пойдем в это уже готовое. Он говорит, мы сюда пишем. Мы договорились, что мы пишем все одновременно. Тим нам скажет, да, все хорошо. Спасибо. Так, есть ли еще вопросы у нас в зале? Есть. Есть два вопроса еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Было интересно. Скажите, пожалуйста, вот что произойдет и точнее проверяли ли вы, что случится, если сложилось, например, сам слой хранения на стороне UT при записи с парком. И мы считаем так, что экзекьютор вроде бы все записал, но при этом само окончание, финализация на записи данных, оно по каким-то причинам по хранению не приземлилось. То есть, если, например, Spark решит поретрать эту таску, что произойдет с записью? Нет, смотрите, да, что произойдет с записью. Если я правильно понимаю вопрос, смотрите, у нас есть транзакция на запись, которую открыл драйвер. Дальше у нас есть таск на экзекьюторе. Экзекьютор, на самом деле, в этот момент тоже открывает транзакцию, он говорит, что у нее есть родительская транзакция, то есть вытече еще вот так можно. У нее есть родительская транзакция, вот эта, открытая драйвером. Экзекьютор тут у нас открыл новую транзакцию, он начал в нее писать. И вот до тех пор, пока IT ему не подтвердит, что да, данные записаны, он свою транзакцию коммитить не будет. То есть вот если вот в этот момент у него что-то пойдет не так, он свою транзакцию заабортит, Spark об этом узнает, перезапустит вам таск. Если же что-то пошло не так уже после вот этого коммита, то, ну, тоже там, как бы, если что-то пошло не так на соседнем таске, то мы поабортим просто транзакцию, которая на драйвере. Если я правильно понимаю, что вопрос про это, то, ну, вот так. Так, и следующий вопрос. Спасибо за доклад. У меня быстрый вопрос по поводу прокидывания секретов через Sparko и Property. Соответственно, какие сервисы для хранения секретов вы используете? Это какой-то open source или у вас что-то самописное внутреннее? Ну, конечно, самописное внутреннее. Это понятно. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Александра, спасибо за твой доклад.